Всем привет! Это видео будет о том, какой шкаф-купе мы заказали вот в эту сторону нашего дома, нашей квартиры. Это у нас входная дверь и сразу же с левой стороны от нее вы видите вот этот вот шкаф для прихожей. Здесь у нас полки для обуви. Обувь у нас вмещается сюда не вся, конечно же, и приходится умудряться, чтобы сохранить, хранить ее здесь всю. Кстати, вот в Zayt недавно покупала вот такую штуку, которая вмещает в себя пару обуви, одна выше, одна ниже. Но тоже, конечно же, не самый лучший вариант, так как таких полочек нужно много. А здесь у нас хранится зимняя обувь. Вот так вот что-то в коробочках, что-то просто намазано кремом, помыто и тут хранится. Также какие-то провода, которые иногда только нам нужны. Здесь у нас всегда лежат шапочки. Вот я сейчас прибираю детские шапочки. В общем, освобождаю весь этот шкаф. Здесь, конечно, вмещается много курток, но когда приходят гости, это все завалено. Бывает, даже не успеваешь свои вещи, курточки убрать в шкаф побольше. А так, в основном, здесь лежат, висят вещи, которые мы приходим, вешаем и то, что мы надеваем чаще всего. Ну и, конечно, зонтик домашний, то есть не домашний, а детский, взрослый. Освобождаю и буду с ним прощаться. Он у нас, этот шкаф у нас является комплектом вместе со шкафом, который находится в этой комнате. Живем мы в однокомнатной квартире, поэтому его продавать будем только после того, как надумаем продать шкаф в той комнате. Там у нас гарнитур, поэтому, не знаю, когда наступит этот день, пока мы его вынесем, наверное, в подъезд. У нас все спокойно, соседи спокойные, подъезд тихий. И если не скоро будем продавать этот шкаф, отвезем к родителям на чердак. Ну что, сейчас вот я начала уже прибирать, освобождать эти шкафы. Завтра уже приедет новый житель нашей квартиры. Мы заказывали сюда шкаф, то есть он не готовый, а на заказ. Сейчас покажу, как мы надумали, какой у нас будет шкаф. Конечно же, первоначально мы делали наброски на блокноте обычной ручкой, но позже нашли в интернете программку, то есть это сайт, видимо, они делают мебель на заказ. И здесь очень программно, очень удобная программа, очень понятная, простая. Мы нарисовали здесь схему, какая нам нужна. Вот здесь вот нужно выбрать полочки, вешалки, вешалки для брюк, вертикальные перегородки. И, в общем, мы нарисовали идеальный для нас шкаф в нашу прихожую. Он у нас получился вот таким. Мы сделали замеры высота, ширина, глубина. И вот здесь вот все по подсчетам должно получиться идеально. У нас должно получиться две области для вешалки. Это вот такой специальный механизм бантограф. Это в траприджерках я вам обязательно покажу. Очень удобная вещь. То есть вещи висят высоко. Просто рукой достать неудобно. Вставать на стулчик не хочется. И нужно будет просто потянуть за вот этот, за эту ручку. Еще одна вешалка для вещей, как детских, так и взрослых. Ну и здесь вот такие вот большие полки. Здесь что-то для обуви, для сумок. Здесь для мелочей. Крема для обуви. Шапочки, варежки. Здесь тоже сумки. И должно получиться здесь несколько ящичков для обуви. Очень удобная программка. Завтра придет, посмотрим. Очень надеюсь, что получится классный шкаф, компактный. Очень вместительный. Шкаф у нас будет до потолка. И примерно вот до вот этой вот области. Так как будет шкаф-купе. Еще какая-то несколько сантиметров будет занимать ручка. То есть дверца. И надеюсь, что сюда вместится очень много одежды, вещей, обуви зимней, несезонной. Я знаю, что наши соседи, некоторые, которые живут этажом ниже, делают шкаф вот такой вот наискосок, чтобы было побольше пространства использовано. Но я думаю, это будет немножечко сужать нашу прихожую, наш коридор. Поэтому мы заказали обычный стандартный прямоугольный шкаф. Дверцы у нас будут обычные. Не зеркальные, так как за зеркальными придется ухаживать каждый день. А так как у нас в доме есть ребенок, то это 100% придется ухаживать за зеркалом. Ну и все. Будем ждать завтрашнего утра. Будем ждать мастеров. И покажу вам конечный результат. Вуаля! Ну что ж, вот и настал этот момент, когда наш шкаф собрали, привезли и все готово. Вот такой красивый он получился. Я рада, что мы решили сделать вот такую вставочку другого цвета, контрастного. Так намного интереснее смотрится, чем просто белые двери. И еще я рада, что у нас нет зеркал, потому что у нас зеркал достаточно. У нас с этой стороны зеркало большое. Давайте посмотрим, что же там внутри. Так, тут уже супруг повесил пару наших курточек. Здесь у нас механизм, который называется... Он еще очень туго спускается. Вот таким вот образом тянем за... Опа! Тянем за вот эту вот специальную ручку. И все в легкой доступности. Вот такая вот конструкция. Очень классная штука, очень удобная. Теперь все можно спокойно убрать наверх и установить там. Так как мы живем в однокомнатной квартире, для нас очень важно все компактно хранить, помещать. И здесь очень большое пространство тоже. Вешалки, вешалки. Сюда в месяц много. И сюда в месяц много. Здесь можно повесить детские вещи. То, что полегче, чтобы быстренько достать. Ну и вот дополнительная полочка. Тоже что-нибудь здесь будем хранить. Здесь можно хранить, допустим, обувь в коробках, которые сейчас и не сезон носить. Вот так вот. Вот такой вот большой отдел получился. Теперь переходим вот сюда. Здесь у нас отдел полностью с полками. Две большие антресольные полочки. Одна побольше, одна поуже. Допустим, подушки, одеяло. Все уйдут туда. Что-то может быть тоже в коробках, мелочи. Здесь тоже полочки. Общая полка одна целая. И вот здесь вот столько полочек. Открытых пять. Маленьких выдвижных ящичков. Два, допустим, для ключей, для детских шапочек, рукавичек. Здесь у нас уже лежит обувь. Пока я пришла с работы, уже муж постарался. Можно хранить обувь вот таким вот образом. Тогда поместится больше. Большое количество обуви. В общем, в два ряда спокойно влезает сюда обувь. И таких у нас ящичков три штуки. Я думаю, это было видео полезно кому-нибудь. Что-то почерпнуть для себя. Все, всем удачи. Всем пока-пока.